Доброе утро, мои хорошие! Доброе утро! Сегодня 1 сентября, оно пасмурное. Я так и спала с открытым балконом. Под утро уже стало прохладно, но проснуться никак не могла. Но вот сегодня я могу выглядеть в окно. Вчера я целый день была на улице. Мне было не до того, чтобы выглянуть с балкона. Увидела вот эту монументальную стену на фоне таких красивых радостных домов. Построили вот такое страшное здание. Я там была, рядом с этим зданием. Увидела его и сначала даже не поняла, что это такое строится. Странно как-то выглядит этот дом. Ну ладно, это детали, что из нового вида из окна. Дом покрашен, он уже покрашен давно. Вот эта вот девятиэтажка. А так воздух, конечно, чистый, прохладный, приятный. Облака плывут, виды замечательные. Очень все красиво. Разбудила меня сегодня музыка на территории школы. Вот здесь. Вот голоса, поздравления, радостные визги, хохот и смех детей. И так было приятно. Думаю, вот первое сентября. Хоть детишки и не все рады идти первое сентября в школу, хотелось бы продолжить свои каникулы. Но, но. Учебный год начался. И всех поздравляю с новым учебным годом. Ну, а сейчас пойдемте посмотрим, не исполнилась ли моя кофеварка за эти два с половиной года. Несколько раз приезжая в Москву, я не пользовалась кофеваркой. Борис тоже не пользовался. Вот такой кофе мы пьем. Это кофе Жакей ирландские сливки. Кто спрашивал, вот так выглядит этот кофе. И стоит он недорого. Я уже зарядила свою кофеварочку. Сейчас нажимаем на кнопочку старт. Кнопочка загорелась. Все, будем ждать мой кофе. Надеюсь, что с кофеваркой все нормально. Пока кофеварка ведет себя тихо, захотелось еще немножко постоять у окна. Посмотреть на эти виды. Я приехала в Москву, чтобы оформить все документы по наследству. Мне нужно эти дела делать, потому что уже достаточно времени прошло. Ой, даже приоткрыто окно. Достаточно времени прошло. Нужно заниматься этими делами. Ой, окно не закрывается, что ли? А, нет, закрывается. Так, что здесь у нас что-то попалось. Вот. И нужно идти к нотариусу. Я вчера уже была у нотариуса. Сказали мне, какие документы я должна приготовить. И вновь появится у них у нотариуса. Меня смутило открытое окно. Вот теперь я его закрыла. Вот. И идти к нотариусу, чтобы открывать наследственное дело. Грустная миссия. Я уже вчера и у нотариуса была, я уже и в МФЦ сходила, сделала соответствующие справки, принесла все домой, прибежала уже поздно. Ну, вы видели уже ночные съемки. Что-то кофеварка моя молчит. Ой, она меня напугала. Вода закипела. Так. Ага, кофе есть. Ура! Значит, сейчас можно попить ароматный, вкусный кофе. Я вышла из дома. Иду в МФЦ на полярный. Дом 1. И вот смотрю, вот такая же пятиэтажка, как с этой стороны. С противоположной стороны. Уже приказала, как говорится, долго жить. Ее снесли. Несмотря на то, что достаточно крепкая пятиэтажка. Ну, видимо, у города свои планы на это место. И здесь будет что-то другое. Хотя вон строительство огромного-огромного дома. Здесь было очень много пятиэтажек. И справа, и с левой стороны это улица Полярная. Их все сносят. И людей переселяют в новые дома по проекту реновации. И думаю, что именно из-за этого и был снесен этот старый дом. Мне сегодня, ну, опять повезло. Сначала не повезло, а потом повезло. Я уже вышла из МФЦ. Вот. В МФЦ документы на мамину квартиру. Можно только выписку из ЕГРН сделать. Вот. А так как эта квартира приобреталась... Сделка была купля-продажа. Вот. Нужен обязательно договор. В общем, все документы на даче. Я стала обзванивать всех своих знакомых, всех своих соседей. Выяснила, что одни из соседей живут от меня недалеко. И они сегодня приедут. Поэтому через соседей я передам... Борис передаст документы. И документы передадут мне сюда. Я сегодня вечером подъеду и заберу документы. Прям вот, Анечка, огромное вам спасибо. Если вы будете смотреть этот влог. А сейчас потихоньку иду домой, потому что очень хочу есть. Опять я что-то как-то проголодалась. Сейчас отворю себе картошечки. Пожарю курочку. И немножко поем. Я вам не рассказывала. Я вчера приехала уже, когда передала Наташе цветы. Те, которые обещала. Я даже не стала подниматься в квартиру. Вот. Потом быстренько поднялась в квартиру. Страшно хотела пить. Вот. И... Поднявшись в квартиру, я оставила... Свою сумку и тут же побежала в МФЦ. Мне нужно было делать справку о смене фамилии мамы. Обязательно. Без этой справки нотариус не принимает документы. И также нотариус не принимал документы, пока мама не выписана из квартиры. Короче, я вчера просидела два часа в МФЦ, но очень попалась мне внимательная женщина. Мы где-то там занимались часа два. Потому что нужны были справки о смене фамилии. Нужны были справки о заключении брака, о расторжении брака. Я пришла уже было поздно. Быстро забежала в наш магазин мяснов. Купила себе густую-густую ряженку, в которой ложка стоит. Ну, и меня уже у подъезда ждал курьер суши. Роллы. Роллы. Я заказала роллы. И вот прям летела быстрей, быстрей, быстрей. И вот он уже прямо у подъезда меня и ждал. Так что прилетела, быстренько села кушать. Ребят, ничего не снимала вообще. Вот только были вечерние съемки, когда я уже укладывалась спать. Так что много дел я еще и вчера сделала. Я уже набегалась из МФЦ. Пришла домой, зайдя в магазин. Ребят, посмотрите, какая у нас радуга красивая. Но, к сожалению, только с одной стороны. Видите, односторонняя радуга. Но видны буквально все цвета радуги. Помните, как в детском стихотворении? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И видна даже фиолетовая полосочка. Фазанчик виден. Смотрите, какая красота. Помните, я вам вчера вечером говорила про голоса детей? Слышите? Слышите? У нас под окнами детский садик. А я, кажется, нашла вторую часть радуги. Вон она вдалеке. Там она более блеклая. А здесь она яркая и яркая. Ребята, стою, жду такси. Посмотрите, что делается. Посмотрите, какой ветер сверючий. Ужас вообще. Мне просто с людьми надо встретиться. Которые мне документы везут. Ветер сильный. Холодно. Жуть. Я только что вернулась, ребята. Я ездила, встречалась со своими знакомыми с дачи. Они мне привезли те документы, которые я, к сожалению, забыла на даче. Что хотела сказать. Очень часто зрители мне подкидывают темы для обсуждения на нашем канале. И вот видите, сейчас темно, уже поздно. Небо такое красивое. И я увидела в ВКонтакте новое сообщение от человека, который мне никогда не писал. У меня же есть ссылка в описании. И всегда можно мне ВКонтакте что-то написать. Я открываю и вижу сообщение. Лариса Новоселова. И она мне пишет. Не мужик ваш, зять. И не говорите, что там он в очках, глаза у него. И вы не скорбите по маме, а тут же побежали, делить её квартиру. Вот хорошая тема для влога. Не правда ли? Вот давайте обсудим. Я начну с конца. Я побежала делить мамину квартиру. А с кем я её должна делить? Я одна наследница. Я одна у мамы. И мама бы хотела, чтобы эта квартира досталась мне. Она мне и достанется. А потом Маше, Але, Диме. Да, тому Диме, которого вы так, Лариса, обсираете. Лариса заблокировала меня. Поместила в чёрный список. Не дала мне возможности ответить ей. Так поступает только трусливый, подлый человек. А вот интересно, такие как Лариса, с государством поделились бы квартирами, да? Ну да, конечно. Я прям вот поверю в это. Вот прям вот верю, не представляете как. Причём было написано капсом, крупными буквами. Теперь вернёмся к первому вопросу. Не мужик, да? По поводу не мужик. А, она ещё сказала, что и не надо говорить на глаза. Там Дима не водит машину из-за глаз. Похоже, для этой Ларисы мужик тот, который пьёт, бьёт. И желательно кулаком, прям в лоб, промеж глаз, который терроризирует своих детей, который унижает жену. Вот это, мужик, вот это я понимаю. Чем крепче напитки употребляет, тем лучше. Зато бьёт себя в грудь волосатую кулаком и орёт. Я мужик, я мужик. Что с нами стало? Что стало с этими Ларисами? А я считаю, Дмитрий мужик. Мужик – это тот, кто заботится о своей семье, о жене, о детях. Мужик – это тот, который может обеспечить свою семью, если здоровье позволяет. Мужик – это тот, который радует своего ребёнка, занимаясь с ним и играя. Мужик – это тот, который любит свою жену, балует её и подарками, и поездками, и шутками. И смехом, и не пьёт. Вот это мужик. И не важно, есть у него очки на лице или нет. Я его считаю настоящим мужиком. И желаю, чтобы такой муж достался каждой девушке. А вот Ларисам пускай достанутся те, которых они считают мужиками. Даже из-за того, что Лариса пыталась меня уколоть, я не держу на неё зла. Мне подружка Маришка сказала, такого человека можно пожалеть. А вы знаете, ребята, я не хочу жалеть такого человека. И не буду. А за что его жалеть? Он сознательно делает людям гадости. Я лучше пожалею собаку бездомную. Кошку. Или другого человека, который не делает людям гадости. Анатолия Майна это, знаете, что сказала? Она говорит, я думала, что люди в связи с ковидом, в связи с этой войной. Ведь никто же за войну не голосует. Нет. Никто не хочет войны. И вот она сказала, я думала, что люди станут добрее, сплоченнее. Ну, по крайней мере, ближе друг к другу. Вот мы сейчас на расстоянии, вы видите, окошки светятся. А мы должны чувствовать тепло друг друга. Ведь мы же люди. Мы люди. Так что вот так. На что я на Тульке свое ответила? Знаешь, говорит Наташа, кто был добрым, тот добрым и останется. А кто был злым, тот останется злым. Время очень редко кого меняет. Для того, чтобы измениться в лучшую сторону, нужно работать над собой. А работать над собой – это очень тяжело. Представляете, этот человек должен полюбить людей и забыть про свою ненависть. Не все это могут. Но к этому надо стремиться. Работать над собой, конечно, тяжело. Так что вот так. Вот такую тему для обсуждения я вам предлагаю. Это я вам рассказала про одного человека. А второй человек – это молодой человек из Киргизии, который вез меня в такси. Мы проболтали всю дорогу с ним. Мы говорили обо всем. Ну, вы же знаете, я у вас трещотка. Я люблю поговорить с людьми. Я люблю знакомиться. Воспитанный молодой человек. Мама – учительница. Папа – шахтер. Я, кстати, спросила у него разрешение, чтобы рассказать о нем. У него тихий, спокойный голос. Он меня прекрасно довез до места назначения. И вернул обратно. Сегодня очень холодно на улице было. Ветер сильный-сильный. Я прям даже вот стояла, замерзла. Одно такси не приехало. И вот приехал этот молодой человек. К сожалению, я не спросила имени. Но я думаю, это не важно. Многие говорят, что у нас очень плохая молодежь. Но ни за что я в это не поверю. У нас хорошая молодежь. И не важно, откуда мы. Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Это не важно. Россия, Урала, Дальний Восток. Не важно. Юг России, Север России. Это не важно. Молодежь у нас хорошая. Ну и естественно, по дороге зашел разговор о родителях. Я ему рассказала, как я смотрела прямой эфир у одного человека. И этот человек предлагал всем сдавать своих родителей в дом престарелых. Ну и сам заявил уже своим детям, что вот меня, пожалуйста, в дом престарелых. Этот водитель очень удивился. Он спросил, а она знает, что такое дом престарелых? Ведь не все дома престарелых такие, какие показывают по телевизору. Там люди страдают. Там старики всегда чувствуют, что они никому не нужны. Есть, конечно, хорошие дома престарелых. Но я думаю, что они стоят очень больших денег. Очень больших денег. И люди, те, которые работают со стариками, получают заработную плату. И вот даже кто-то из зрителей на моем канале, кто работал со стариками, написал, что они все хотят домой. Они все мечтают о доме. Но, похоже, этот человек, который устраивал прямой эфир и предлагал отдавать родителей в дом престарелых, не знает об этом, пока сама с этим не столкнется. Пока сама не захочет домой из этого дома престарелых. И когда мы уже расставались, когда водитель довез меня до дома, он тихо-тихо сказал. А рай находится под ногами матери. Вы слышите? А рай находится под ногами матери. На что я ему ответила. Что у одного очень умного и образованного человека я услышала фразу. Что он на колени встает только перед двумя людьми. Это перед Богом и перед Матерью. По-моему, стоит задуматься. А на этом все, мои хорошие. Всем-всем спокойной ночи. И всем-всем прекрасного, доброго утра завтра. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok